Добрый день, друзья! Меня зовут Логов Андрей, я технический директор компании Ресурс. Смотрите, что мы с инженерами компании Ресурс на сегодняшний день подготовили интересного. Значит, все вы знаете, что прошли испытания в Македонии в прошлом году, в ноябре, и один из предпринимателей очень интересный человек. Он попросил изготовить для дорогой лодки стационарный мотор. То есть там у нас прошли испытания лодочного мотора, который навесной, то есть очень удачный мотор от компании Ресурс. Он двигает спокойно лодку на 10-12 человек. Есть еще лодки такого знаете VIP-класса, где мотор навесной не ставят, где используют стационарные шведские моторы дизельные, но все прекрасно понимают, что в скором будущем эти моторы будут запрещены на Охридском озере. И, конечно, люди сейчас смотрят в сторону электрических двигателей. Ну вот что, этот двигатель для нас разработала компания Sowellmash, то есть этот двигатель под номером один. На нем очень красиво выгравлено слово Sowellmash и здесь его номерной знак. И этот мотор мы планируем как раз установить на эту лодку стационарно. Он будет прямого привода, то есть вся электрика, все у нас подготовлено. Даже круиз-контроль очень интересный. Пока еще без корпуса, но он уже прекрасно работает. То есть вот у него движение вперед и можно оставить. То есть это под рулевое управление. У капитана всегда, вы знаете, ручка вперед, ручка назад. Вот эта ручка вперед и ручка назад. Она уже изготовлена. Тоже наши инженеры постарались, все продумали, все очень интересно. Вот. Но сейчас здесь нет еще коробки передач, ну так называемого редуктора. Он будет стоять впереди. То есть мотор будет немного длиннее сам полностью. И будет еще переход на винт. То есть вал с винтом. Будут выходить прямо из транса лодки в воду. Ну вот, пожалуй, я вас и познакомил с нашей новой разработкой. Похожая разработка уже изготовлена для традиционных амазонских лодок. Но там он исполняет роль навесного. То есть внизу у него крепление. Он ставится на борт лодки и рукояткой двигается в разные стороны. Здесь немножко другая конструкция. И здесь конструкция с редуктором. А там без редуктора. То есть прямой привод на вакуум. Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Спасибо большое. Будем держать вас в курсе.